Оммаж или гоминиум. Шестиклассники, здравствуйте, это понятие истории средних веков. То есть понятие для повторения истории для шестого класса. Термин двести восемьдесят пятый из нашего перечня. Оммаж. В переводе с французского или с латинского гоминиум. Это одна из церемоний символического характера. А если коротко одним словом, то это присяга. Итак, давайте определим, что же такое оммаж. Это феодальную эпоху. Одна из церемоний символического характера. То есть присяга, которая оформляется заключением вассального договора. И была распространена эта церемония в Западной Европе средних веков. Суть ее, будущий вассал, безоружный, опускался на одно колено. Два колена преклоняли только рабы. И, ну, что редко встречалось, крепостные. Он же опирался, опускался на одно колено и с непокрытой головой вкладывал соединенные ладони в руки Сюзерена с просьбой принять его в вассалы. Сюзерен поднимал его, и они обменивались поцелуем. С 8 века оммаж стал сочетаться с клятвой верности, так называемое понятие фуа. До 11 века связь, устанавливавшаяся между сеньором и вассалом, в результате оммажа и фуа, носила преимущественно личный характер. Но впоследствии обе церемонии стали сопровождаться инвеститурой, передачей сеньором, вассалу, земельного надела, так называемая фиода или лена. Обряд гоминиума был следующий, еще раз напомню. Сеньор встречал будущего вассала, сидя или стоя. Вассал прикранял перед ним одно колено, складывал свои руки в его руки и объявлял себя его человеком, ну, не бескорыстно, а за известный фиот или лен. Сеньор целовал его в губы, даря поцелуй мира, и поднимал его с колен. Этим обрядом вассал брал на себя известные обязанности, соблюдение которых скреплялось с особой присягой на верность. Какие же это обязанности? Положительные обязанности, которые этим обрядом устанавливались, это советы помощь, явка к двору сеньора для участия в феодальной палате, а также военная служба и денежное помощствование в некоторых случаях, например, для выкупа сеньора из плена. Но были и отрицательные обязанности вассала не поднимать руки против Сузирена, не выдавать его тайн, не злоумышлять против него, и не только против его, но и против его крепостей, против его владений, против его семьи. Эта присяга требовала от каждого нового ленника при раздаче ленов, то есть феодов, и при переходе их из рук в руки различали гоминиум обыкновенный и усиленный. Усиленный устанавливал, что вассал должен был за свой счет служить сеньору все время, пока тот вел войну против своих врагов. Между тем, как простой вассал нес по обычаю только 40 дней военной службы в год, причем за счет Сузирена. Акты, в которых упоминается гоминиум, появились на юге Франции с 10 века. Спасибо за внимание. Следующий 286 термин будет посвящен понятию ордонанс, тоже средневековое понятие Западной Европы. История средних веков. Поэтому тоже для шестиклассников. До свидания. Продолжение следует...